Истинно и истово верующий он был максималистом и хотел привести к спасению. Все народы России и окрестностей. Если мы татарам или чеченцам, или евреям, или казахам не будем проповедовать, потому что они, члены Третьяственных конфессий, мы будем проповедовать, что делать без человеческих. Сам наполовину татарин он не признавал негласного перемирия между конфессиями и шел с проповедью и к сектантам, и к гастарбайтерам. Вопрос, что является откровением Бога? Является откровением Бога священное писание Ветхого и Нового Завета, то есть Библия? Или откровением Бога является Коран? Является одним, наверное, из главнейших разделяющих в этой мировой религии вопросов. Пламенный миссионер увлекал за собой многих. В храме апостола Фомы священник похрестил больше 80 мигрантов. Буряты и татары, евреи, азербайджанцы, дагестанцы. Угрозы были, это, в общем-то, всем известно. Он писал, что ему опять угрожали, что он привык к этим угрозам. Раньше боялся, теперь отбоялся. А теперь он готов, что если что, то это даже хорошо сразу в рай и без мутарства. Вот вам семейная фотография. Ну да, семейная, только они очень редки. Юлию Сысоеву, жену отца Даниила, мы снимали в прошлом году, как автора бестселлера «Записки Попадьи». Она рассказывала, как живет семья священника. Батюшка пропадает на службе, на нем храм миссионерской школы и издательства. А на ней и Устина, Дорофея и Ангелина. Получается, что иногда целыми днями его не видим. Потому что вот занят, 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 бесконечно занят. Я с детьми загрузила их в машину, поехала на дачу, например. Или загрузила детей в машину, поехали в воскресенье к папе в храм. На службу, папу посмотреть. Еще более редкие семейные видеокадры Сысоевы отдыхают в Египте, 2002 год. С тех пор отец Даниил служил без отпусков и выходных, до последнего дня. К мученической гибели отец Даниил готовился последние несколько лет. Он даже говорил своей жене, матушке Иулии, в каком облачении его отпевать. Я говорю, он, а кого же ты нас оставишь? Он сказал тогда такие слова, что я вас вручу в надежные руки. Я говорю, какие же надежные руки? Пресвятой Богородицы. Больше глупости, чем бороться за счастье в смертной мире, за которую ты можешь уйти буквально сегодня, это больше сумасшествия я просто не могу представить. Ну, это глупость, понимаете? Если бороться за счастье в гостиницу, а тут, вверх, ты сегодня съезжаешь. Отца Даниила застрелили около 11 часов вечера после библейских бесед, которые он проводил каждый четверг. Позавчера их отменили впервые. Храм теперь закрывается рано, его взяли под охрану и видеонаблюдение, ведь милиция предупредила прихожан. Есть угроза поджога церкви. Если у храмов теперь нужно выставлять караул и защищать их от народа, найдется ли у кого-то еще мужество идти в народ с благой вестью? Субтитры создавал DimaTorzok